Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынковой компании Тикнилос, а меня Артур Гидиатуллин. Азиатские рынки показали позитивный старт в понедельник, не задождавшись позитивных новостей из Китая, где экономика долгое время расстраивала инвесторов, китайские скидки с производственной активностью в производственном секторе. Как показали официальные данные, покинул за мной снижение в марте и продемонстрировал даже небольшой рост до 50,5 пунктов. Общий показатель здесь на графике виден в качестве желтой линии. Как видите, в марте значение показателей достигло максимального значения за 6 в месяц. Уровень 50 пунктов в данном показателе является условной границей, разделяющей падение и рост активности в секторе. На графике также представлены данные по производственной активности небольших и средних предприятий и видно, что темпы восстановления оказались наибольшими для небольших предприятий. В первую крупных предприятий, пользуяющихся государственной поддержкой, такая динамика оказалась в соответствии с последними данными по прибыли предприятий, которая значительно снизилась для крупных предприятий. Годовое выражение прибыль снизилась на 24,2%. Для средних и небольших фирм прибыль снизилась на 5,8%, что значительно меньше. Как видно, избирательные действия мер фискального и монетарного стимулирования должно благотворно сказаться на корпоративном и потребительском доверии, что, наверное, является главным положительным следствием из представленных данных. Естественно, сделают такое предположение, что с ростом степени самостоятельности предприятий, а для китайской экономики, значит, уменьшение размера фирмы. Для этого растет и амплитуда их реакции на положительные и отрицательные рыночные сигналы. Это видно из сильного замедления по активности у малых предприятий, а также у средних предприятий. И спад, как и подъем активности, так и как смена настроений, как видно, начинается с низов. Соответственно, этот отскок, который мы сейчас наблюдаем, может красноречиво говорить о том, что рыночная конъюнктура действительно начала улучшаться, что небольшие средние фирмы наконец получили сигналы, которым позволяют увеличивать производство, снова увеличивать темп найма, то есть, в общем, расширяться. А запасы сырья и занятости продолжают оставаться в зоне спада, в то время как доставки и, что еще более важно, лидирующий индикатор новых заказов оказались в зоне расширения. Широкий индекс MSCI, включающий все акции, кроме Японии, укрепился на 1% благодаря улучшению положения в китайской экономике, хотя ряд других недавних показателей, как экспортные цены, новый заказ, капитальные планы и безработица в производстве. В унисон говорили о нарастающих проблемах в секторе. Тем не менее, проблеск надежды данных был с готовностью воспринять инвесторами как сигнал покупок. Австралийский фондовый индекс вырос на 0,8%, и на корейский индекс КУСПИ прибавил сегодня 1%, которые, как и японские акции, пытались лидерам роста в азиатском регионе. В совокупных знамений они прибавили 2% сегодня. Оценка активности в производстве частного агентства КАИКСИН оказалась еще более оптимистичной для Китая, соответствующий индекс укрепился до 50,8 пунктов. Снижение активности в непроизводственной сфере сменилось на долгожданный рост Китая и влечение индекс произошло ожидание составило 54,8 пунктов. Меры правительства по поддержанию экономики, например, гигантское вливание ликвидности в январе в размере 4,5 триллиона юаней, а также снижение НДС могли возыметь эффект раньше, чем ожидалось. Влияние сезонных факторов в первых двух месяцев в связи с празднованием луны Нового года должно также пойти на убыль, что позволит надеяться на продолжительное восстановление. Американский фондовый рынок, запревшийся на позитивной ноте в пятницу, также вдохновил азиатских инвесторов на покупки. Сейчас они пытаются найти точку входа для длинных позиций после длительной распродажи. Итоги американских переговоров по условиям торговли оказались скупы на подробности. Заявление Белого дома охарактеризовало переговоры как искренние и продуктивные. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду. Субтитры сделал DimaTorzok